Всем привет! Меня зовут Валерий. Получилось так, что я нахожусь онлайн в связи с заболеванием ковида. Хотелось бы поблагодарить организаторов конференции за то, что все-таки дали такую возможность. Мой доклад называется «Проблемы согласованности моделей данных в микросервисной архитектуре». Немножко расскажу о себе. Я работаю в компании iTech. Вот уже пять лет занимаюсь фундаментальными основами IT-систем крупных компаний, в частности банков, выплывающими проблемами семантики языка и как они влияют на построение enterprise-платформ, на то, что сейчас принято называть high-load, ну и в принципе на процессы масштабирования. Вот, значит, хотелось бы рассказать вам такой случай из жизни. Три банка объединяются в один. Допустим, регулятор выдвинул новое требование. Вот необходимо из трех разных юрлиц получить одно. Ну и для нас, для айтишников, это как бы проблема заключается в том, что три разных IT-системы, разрабатываемых, как правило, тремя различными командами. Нужно объединить в одно. Что в итоге происходит? В итоге происходит вот тот самое явление, которое мы в своих работах называем семантическим безумием. Допустим, у нас есть номер счета физического лица как сущность. Тут же у нас возникает такая сущность, как номер счета физика. Кто работал на банковских проектах, тот знает, что в банках вот любят слова физик, Юрик. Тут же говорят о двадцатизначном номере счета. Тут же выплывает двенадцатизначный. Тут же номер отделения, в котором открыт счет физического лица. И тут же просто счет физического лица. И вот все вот эти вот шесть объектов находятся в документации. И, естественно, у аналитика возникает вопрос, а это все одно и то же или это разные вещи? Так вот, в своем докладе сегодня я хотел бы вам рассказать об этом самом семантическом безумии, когда оно возникает. О том, как построить модель данных на основании построения онтологии. Сказать о том, что расхождение в моделях данных, особенно если мы работаем в условиях гибких методологий, они неизбежны. Как с этим быть? Затронуть тему DDD и OpenAP. Рассказать о новых ролях, которые возникают. Ну и показать наш авторский метод кластеризации сущностей. Рассказать, зачем нужны метрики моделей данных и как вообще они влияют на нефункциональные требования, которые у нас предъявляются платформе. Итак, IT-система. IT-система банка часто напоминает ветхозаветную легенду о построении Вавилонской башни. О том, что люди когда-то хотели быть наравне с Всевышним, начали строить эту гигантскую башню, но в итоге, дойдя до определенного этапа, вдруг выяснилось, что они все говорят на разных языках. Друг друга не понимают, а дальше работать не могут. Вот эта ситуация ветхозаветная, описанная примерно 4-5 тысяч лет назад, она очень хорошо ложится на ту ситуацию, которую мы имеем в современных IT-системах. То есть на определенном этапе у нас настолько терминология разнится в документации, что дальше работать мы просто не можем. И вот это семантическое безумие, оно заключается в том, что у нас одна бизнес-сущность, вот, например, я приводил номер счета физического лица, она имеет целый набор определений. И под одно определение у нас может попадать целый набор сущностей. Ну, как бы, как пример можно привести то, что, допустим, есть микросервисная платформа, да, нужно получить, ну, грубо говоря, номер счета для погашения ипотеки. А вот на моей практике был такой вариант, что, ну, в первом спринте, ну, или там в одном из первых спринтов система выдавала номер счета, на который переводят, ну, обезличенного металлического счета. То есть такое бывало. Вот. Ну, и как бы здесь еще хочется сказать о том, что до 60% времени, которое вот тратится аналитиком на составление документации, это как раз-таки уяснение сути вот этих вот сущностей, вот этих вот самых явлений. И когда мы говорим составить маппинги, тут прежде всего речь идет о том, что составляются не маппинги как таковые, а уясняется вот эта самая семантическая сущность. И так, значит, у нас есть проблема, у нас есть семантическое безумие. Вот. Решить мы ее как можем? Ну, как бы самый лучший способ здесь это определить субъекты, объекты предметного поля. Ну, и давайте сопоставим им классы, таблицы баз данных в информационной системе. Да. При этом, как бы, конечной целью у нас является получить вот такие самые объекты с набором атрибутов, которые бы однозначно характеризовали его в любом бизнес-процессе, который идет на нашем предприятии, на нашей, как вот в литературе говорится, соцтехнической компании крупной. И здесь возникает аналогия с тем путем, который проделывал Карл Линей, когда строил свою классификацию видов. Вот. Фактически, аналитик, попадая на современный проект, он будет заниматься те же самые. Вот. Дело все в том, что, ну, выделить эти все субъекты, объекты, атрибуты. У нас, как бы, есть три базовых столпа. Вот в любой этой системе. Это передача, обработка и хранение. Так вот, когда мы храним, мы используем таблицу баз данных. Если мы обрабатываем, мы используем класс языкопрограммирования. Ну, в банках это сейчас Java. Вот самый такой распространенный язык – это Java и его экосистема. Правда, вот в последнее время на многих проектах у нас начинает заходить язык Go. Вот. У него, как бы, своя, ну, свое восприятие объектно-ориентированного программирования, такого понятия, как класс, там, в традиционном смысле нет. Но, тем не менее, точно так же можно построить определенную иерархию объектов, да. Ну, если мы говорим о передаче, мы строим сообщения, и любой современный проект, он пользуется схемами, так или иначе. Это может быть, там, XSD, это может быть JSON-схема, это может быть Avro-схема, там, какая-то, да, вот, по которой осуществляется валидация. Важно, что? Что вот эта вот система субъектов-объектов, да, и связей между ними, она имела проекцию на схемы сообщений в информационной системе, на структуру классов, на структуру таблиц в базах данных, да, и все это отражало вот этот бизнес-объект, который мы хотим охарактеризовать. Ну, об схемах XSD и JSON-схемах я говорил, вот. Вот, надеюсь, что слушателям эта технология, этот подход, он известен, то есть все заключается в том, что найденные вот эти вот самые объекты, субъекты, они просто хранятся в едином хранилище в виде вот этих вот схем, и аналитики уже в конечном счете анализируют не экселевские таблицы, которые предоставил бизнес, а вот эти вот самые схемы. То же самое происходит с классами языков программирования и таблицами баз данных. Еще раз повторю, что как бы многие вот со мной не согласны, но я в своей работе вот добиваюсь того, чтобы все вот эти вот четыре категории, да, XSD, JSON, класс языка программирования, таблица баз данных, они имели одинаковую топологию, вот, потому что так проще работать. Мы всегда понимаем, что то, что мы нашли в одном, имеет четкое отражение в другом. Что же нам, чем же нам мешает это самое семантическое безумие? Ну, еще раз давайте повторю, что это такое. Это вот некое такое состояние артефактов, которое не позволяет однозначно определить семантический смысл передаваемых данных. Еще раз подскажу, что такое семантика, это смысл, это бизнес-смысл, да. Ну, тут такой пример можно привести из трудов блаженного Августа, Августина, он говорил об унивокальности, об едином языке, на котором говорит творец, создатель, да, и человек. Так вот, в данном случае творцом является бизнес. И от нас, от айтишников, бизнес требует того, чтобы однозначно всегда мы передавали смысл того, что хочет бизнес. Он в данном случае является творцом, а не мы. И вот, значит, когда такое явление возникает, у нас что происходит? У нас происходит дублирование данных, у нас возникает трудность с приведением таблицы к трем нормальным формам, у нас возникает эта плохая ситуация, при которой отсутствует единство согласованности терминологии в документации. Ну и вот последние месяца четыре начала вывлывать вот эта вот проблема, когда мы не можем определить границы микросервисов. То есть, давайте скажем честно, сейчас, ну в банках, во всяком случае, основной пласт работы – это распила монолита на микросервисы. Когда мы определяем границы, в том числе мы не можем определить их, потому что у нас вот плохо написана документация. Случаи, когда это возникает. Ну, критично это становится, когда мы интегрируемся с внешней системой, нам нужно построить адаптер или фасад. То есть, что здесь происходит? Нам нужно сделать маппинги, да? Мы не можем сопоставить одну сущность с другой. Вот. Почему это происходит? Ну, потому что вот agile, он подразумевает наличие на проекте разных команд, которые, в общем-то, замкнуты, используют свою какую-то устоявшую еще терминологию. И когда в итоге все это происходит, некое построение некой суперпозиции, да, выясняется, что разные команды пользуются различным сленгом, и потом в итоге понять они друг друга не могут. Все это выливается во что? Ну, если мы пользуемся конфлюенсом, да, или там какой-нибудь другой вики-системой, сейчас там уже продукты компании Atlassian не являются монополистами, вернее, еще являются, но скоро их сожжут. Тем не менее, конфлюенс, он интересен тем, что разные люди получают доступ к странице и могут не только читать, но и вносить туда правки. И все это делается непрерывно, спринт за спринт-пом. В итоге, как бы, вот я здесь привел небольшую такую схемку в Камунде, да, и по опыту, как бы, как ее называют. То есть где-то ее, в одной команде ее называли вилами, в другой команде ее называли триггером, в третьем это был шлюз. Кто-то сказал, что это и фэлс, кто-то сказал, что это свитч. В общем, кто как хотел, тот так ее и называл. И в итоге, как бы, если у нас все это на одной странице, то человек, который заходит на проект новым, там, допустим, взяли нового аналитика, он по факту ничего понять уже и не может, что там происходит. Еще один такой знаковый процесс – это поглощение одного бизнеса другым. Тут, как бы, все уже на несколько другом уровне, потому что, во-первых, применяются различные стаки технологий. То есть, опять же, это мог быть по ХП, да, со своей экосистемой, со своим слэмом, да. А потом вдруг вот этот вот банк, который использовал данное решение, он стал под частью другого банка, где, допустим, разработка всегда велась на Java. Вот. И когда нужно было смапиться, да, возникали проблемы с этим. То есть, во-первых, разные объекты, разные фреймворки, у этих объектов разный набор атрибутов, разные словари, вот, ну и разные субэдэ. Естественно, когда нам нужно построить адаптер, то есть, смапить одну модель данных на другую модель данных, с этим вот возникали проблемы. И, ну, если бы этого самого семантического безумия не было внутри самих моделей данных, это все происходило бы менее болезненно за меньшее время, да. Ну и, в конечном счете, заказчик меньшие бы деньги потратил на это. Еще один случай, когда это все возникает, особенно в рамках микросервисной архитектуры, то есть, часто бывает так, что там группу микросервисов отдают на разработку внешнему подрядчику. Вот они начинают заходить, да. То есть, архитектор, он всегда сталкивается с моделью данных, аналитик там со справочниками-словарями, проект-менеджер с различными нотациями. Причем, что интересно, вот за свою практику я нигде не видел, ну, кроме, пожалуй, компании Моторова, вот, где UML введен в ранг культа, да, но они из него генерируют код. Вот. Если генерации кода не ведется, то, как правило, любую нотацию команда подделывает под себя. И она иногда, ну, мало напоминает канонический вид. Ну, еще такой пример с BPM 2.0, да, и коммунной. Там, пожалуй, еще какие-то правила соблюдаются. А если никакой генерации кода не ведется, там, никакой оркестровки не происходит, то, по-первых, понять, что написано, что тут имеется в виду на экшн-диаграмме, диаграмме развертывания там, или секвенс-диаграмме, довольно тяжело. Ну, и разработчики, они, естественно, возможен такой вариант, что используются разные фреймворки и созданы в BD, а тестировщики сталкиваются с разной стратегией тестирования. То есть более развитые банки, они начинают использовать, уже используют давно там CICD, автотесты. А есть такие, которые до сих пор пытаются что-то там тестировать вручную, по вот той самой книжке, которая написана там в середине 70-х годов. Ну, и считают, что ничего другого как бы не знают, сталкиваются еще в том числе и с этой проблемой. Так вот, как от этого уйти? Ну, уйти, как бы лучший способ от человечества не придумал, а как вот выделить эти самые глобальные бизнес-объекты и построить на их основании антологии. Вот давайте об этом поговорим. То есть на самом деле уйти от этого можно тремя способами. Первый способ декларативный. То есть заранее договориться о том, о модели данных. И имеет смысл это тогда и только тогда, когда работа у нас еще не начата. То есть мы описываем предметное поле, верхнеуровневое, верхнеуровневой архитектуре. И договариваемся, что используем вот эту самую модель данных. Особенно если она где-то еще до этого была применена. Вообще хорошо. Что делать, когда работа уже начаты? Вот вдруг выясняется, что нужно в модель данных вносить изменения. Ряд изменений уже был внесен. У разных команд модели данных разъехались. Ну, тогда вот используется антология. То есть берется антологический моделлер и вот на основании языка UL строится модель предметного поля. Ну, бывает так, что и антология разъезжается. Или, например, построить антологию на самом деле не так-то просто. За две недели ее не построишь. Где-то их там строят годами. Вот хорошо бы применять вот эти самые механизмы кластеризации экспрессные для того, чтобы быстро взять и все вот это предметное поле обрисовать каким-то образом взять, да их вышлить, выкристаллизовать в рамках первого спринта выбросить. Дальше пусть аналитики с этим вот работают. Вот, собственно говоря, вот этой вот кластеризации хотелось бы поговорить более подробно, вот более отдельно. Итак, я уже говорил о том, что бизнес-данные у нас должны быть отражены в модели данных, да, на основании этого должны быть построены JSON и XML-схемы, по которым будет проводиться валидация. Ну, и вот это все там приходит в информационную систему, да. То есть любое предметное поле мы можем разделить на объекты, субъекты, связи между ними. Подход как бы не новый. То есть до этого, как бы середины там 90-х годов, начало 90-х годов, вот появилась вот эта вот domain-driving design, да. Ну, и фактически вот эта концепция глобальных бизнес-объектов, которую мы пытались строить, это по факту и есть то старое доброе DDD, только мы теперь на основании его пытаемся построить некие открытые API, да, и построить вот эти вот самые автоматические маппинги. И считаем, что как бы когда мы используем данный подход, у нас процесс трансформации из одной модели данных в другую происходит, вот, ну, менее болезненно. Значит, хотелось бы отметить, что верхнеуровневая документация, да, она хороша, когда мы интегрируемся с уже работающей системой и суть передаваемых данных, она известна хорошо. Дело все в том, что, может быть, там мои слова у некоторых слушателей могут вызвать улыбку, да, но в банках, возможно, такая ситуация, что команда работает, да, а суть передаваемых данных известна не до конца. В принципе, если, ну, не думаю, что сейчас на это стоит останавливаться, но такие примеры можно привести, и это бывает довольно часто. Особенно вот в рамках построения микросервисов, в рамках вот этих вот самых гибких методологий, вот, во-первых, суть не до конца ясна, а во-вторых, мы не всегда понимаем, что должно получиться на выходе. То есть требования, они настолько меняются быстро, что, ну, тяжело сориентироваться. Поэтому у нас, как бы, есть документация, есть вот эта вот HLA, верхнеуровневая архитектура, есть конфлюизм, да, из всего этого, вот давайте попробуем построить антологию. Антология. Значит, антология, ну, на самом деле, если кто-то считает, что это панацея, сколько раз пытались, ну, на протяжении, наверное, лет пяти, пытались построить какую-то целостную концепцию, как из антологии получить модель данных, где-то получалось, где-то нет, но можно спорить на эту тему, является ли антологический подход мифом, или там действительно за ним есть, как, ну, это единственно правильный подход, как некоторые вот инженеры-антологи говорят, да, но тем не менее, когда мы говорим антологию, мы подразумеваем две вещи, это семантическую разметку, да, и кластеризацию, то есть, как нам сделать семантическую разметку. Семантическая разметка, она всегда делается путем анализа языка, на котором говорят команды, то есть определение вот этих вот самых семантических ядер, и на основании этих семантических ядер мы строим глобальные сущности, да, и уже потом эти глобальные сущности вот перекладываем на то, о чем я говорил, классы, таблицы баз данных, схемы, да, вот, а для того, чтобы эту семантическую разметку провести, нужно провести кластеризацию, и вот здесь вот как раз-таки эта задача и всплыла, да, а как нам кластеризовать вот эти вот самые бизнес-явления. Ну, и тут пришлось полезть как бы в лингвистику и посмотреть, какие у нас есть методы обработки текстов, да, вот, кстати, пример у L-схемы, которая строится, вот на ее основании можно получить JSON-схему, XSD. Кстати, ну, довольно на хорошем уровне технически эту проблему реализовали, у нас там даже где-то автоматические маппинги начинали делаться, и опять же уперлись в то, что если там документация хорошо написана была, да, ну, давайте так по-честному скажу, если это был CRM-зибель, да, и документацию писал подрядчик крупный, да, то эта вся штука работала. Как только у нас возникал agile, вся эта штука работать переставала. Ну, вернее, работала, но уже гораздо хуже. Как бы, если в первом случае можно было отправлять в разработку, не глядя, вот этот вот самый маппинг, то во втором уже как бы начинались проблемы. Так вот, давайте поговорим о методах кластеризации, да, для того, чтобы все эти модели данных приводить. То есть, ну, понятно стало, что, как бы, наши вот эти вот антологии, они в условиях agile начинали разъезжаться довольно быстро. За двухнедельный спринт можно было серьезно разъехаться. Ну, и в итоге построили такой конвейер кластеризации, да, где прогоняли, как бы, построенные какие-то документации через некоторые там вектора признаков, ну, и начинали их рассовывать по темам. Под темам где-то накапливать, вот, и таким образом проводить вот эту самую кластеризацию. Вот возник вопрос, да, а что использовать в качестве векторов признаков, какие, как бы, подходы использовать. Ну, вот на этом слайде я попытался собрать все методы, которые известны были мне, которые могут быть известны вам. Наверняка вы знаете много других методов для обработки текста, как кластеризовать. Вот, хочу сразу сказать, что с ними проблемы были такого типа, что когда ты идешь что-то все согласовывать с бизнесом, бизнес не понимал. То есть, там, например, для них проблема была что такое евклидовое пространство, а мы пытались им рассказать про алгоритм Ливенштейна, в общем, все это вызывало некую такую эмердженную реакцию, и люди не понимали, зачем это нужно было сделать. Поэтому в итоге, ну, как бы, в итоге, как бы, вот через алгоритм Ливенштейна для начала пошли, искали вот это самое редакционное расстояние, а потом, ну, опять же, наткнулись на то, что объяснить человеку, который там всю жизнь занимался бизнес-аналитикой, всю жизнь занимался финансами, там, что такое редакционное расстояние, несколько сложно, вот, но он в итоге перестает тебя слушать. Пришли к более простому вот способу, о котором хотелось бы рассказать. Просто построим вектор, да, построим вектор в 33-мерном пространстве, и по каждой оси в этом пространстве отложим количество букв, которое у нас имеется. Вот, то есть, например, номер счета физического лица, вот у нас получится вот такой вот красивый 33-мерный вектор. Если, например, номер счета физика, получится уже другой вектор, да, они отличаются, они отличаются. Более того, можно даже посчитать, воспользовавшись правилами аналитической геометрии, разницу между этими векторами. Естественно, предположим, что чем меньше вот эта самая разница, тем больше между собой совпадают вот эти вот самые объекты. Это как бы проекция на плоскости букв А и И, вот можно все это посмотреть. Ну и таким образом, опираясь на характеристики из аналитической геометрии, можно каким-то подобным вот образом считать, что одно объект коррелирует с другим лучше, чем с третьим. Ну и опять же, если пойти по пути уже кем-то пройденным, можно вот использовать различные подсчета расстояний. И если мы, например, хотим это все, все вот это хозяйство каким-то образом визуализировать, ну давайте пойдем по тому пути, по которому вот в Академии наук Советского Союза строили галактики. Астрофизики вот строили галактики. То есть, что мы в итоге сделали? Мы построили граф, отнормировали его по вот этой вот метрике и получили то, что определенные объекты кучкуются вокруг определенных точек. Более того, если они кучкуются, они начинают совпадать по бизнес-смыслу. Конечно же, все зависит от качества документации, от прочего, но когда у тебя есть, вот на тебя вываливает бизнес там вот эти вот 10 тысяч экселевских таблиц, да, и ты впервые заходишь на проект, ты не понимаешь, с чем тебе надо работать, вот прогоняешь эти все 10 тысяч экселевских таблиц через вот этот алгоритм, получаешь вот эти вот все визуализацию предметного поля и понимаешь, с чем тебе надо работать. И на самом деле данный подход уменьшил время анализа процентов на 30. Дальше, ну, как бы здесь хотелось бы сказать еще о таком понятии, которое мы ввели, это семантическая орбита, да, это вот на данном вот этом вот поле то расстояние, куда попав остальные объекты начинают совпадать с ним по смыслу. Ну, и для того, чтобы эту семантическую орбиту определить, мы воспользовались как бы старым добрым соотношением Гаусса, да, воспользовавшись критерием 3SIGMA, вот на данном слайде приведен пример того, как различные объекты у нас либо попадают по смыслу, либо не попадают. Таким образом, мы можем построить объединение, вернее, пересечение, здесь у нас получается объединение, да, вот, ну и практически как это все использовать, да, ну давайте строить сообщения на основании вот этих вот самых глобальных бизнес-объектов, то есть дадим им всем атрибут обязательности false и начнем гонять между нашими системами. в общем-то для первых спринтов это идеальный случай, то есть у нас просто есть избыточный набор объектов и атрибутов, что-нибудь туда попадет и все у нас начинает работать без ошибок. Вот, естественно, вся вот эта вот модель данных, которая была получена, она у нас залилась в схемы, сначала это были схемы XSD, на современных проектах это у нас получаются JSON-схемы, вот, все это хранится на ГИТе, аналитики работают, когда они работают в своих локальных репозиториях, потом это все пушат в мастер-ветку. Естественно, здесь возникает роль вот этого самого ментора модели данных, который за этой мастер-веткой следит. Если, например, нам нужно добавить какой-то новый атрибут, которого нет в существующей концепции, мы добавляем его в конец, старые при этом не трогаем, старые не трогаем, вот, не удаляются они никогда, вот, ну, что же дальше, как бы, с надеждой смотрим на то, что у нас начнет развиваться интернет вещей, когда нам нужно будет интегрировать чайник с холодильником различных производителей, вот тогда интересно будет попробовать данный подход, когда нам нужно будет построить некую классификацию, стандартизацию, вот, интегрировать там всех со всеми. Вот, давайте теперь поговорим отдельно про границы микросервисов, то есть, на самом деле, как бы, здесь хочется сказать о том, что самый лучший способ распилить монолитный микросервис это антология. То есть, что мы делаем? Мы изучаем предметное поле, мы выделяем объекты, субъекты, определяем их функции, определяем связи между ними, и вот на основании всего вот этого вот хозяйства мы строим микросервис. И вот тут возникает интересный момент. Допустим, у нас есть некое функциональное ядро, и вот у нас одна команда с одной сделает один микросервис, разъехались у них модели данных с ядром, и вот подключение к адаптеру занимает 0,2 секунды. Вторая команда, подключается к ядру, имеет свою модель данных, и у них этот адаптер жрет еще 0,2 секунды. То же самое происходит с третьей командой. В рамках прокона одной заявки у нас уже сожрано 0,6 секунды. Давайте так скажу, что, как правило, основное нефункциональное требование к подобным конвейерам это 45 секунд на обработку заявки. если вы придете в современный банк и ляжете под его нагрузку, ну, неважно там, есть у вас балансировка нагрузок, нет, но вот эта вся система, она не будет выполнять это требование. Чем меньше у вас адаптеров, чем меньше у вас точек интеграции, чем меньше вы выполняете преобразований, тем лучше. вот. И где-то там в одной книжке я прочитал, что когда там Всевышний хочет наказать человека, он дарит ему безумие, да, вот это семантическое безумие, оно в итоге приведет к тому, что у вас на пике будет работать аппаратная часть, да, и как бы если бы сейчас ну хотелось бы хотелось бы сказать о том, что на самом деле вот этот хайп по микросервисам он-то начинает уже проходить, да, в том числе из-за этого и как бы начинается обратный процесс построения вот этих вот самых цитаделей, когда у нас условно монолитное ядро, да, оно составной функциональностью вот остается, да, а в микросервисы выносится только лишь некоторый функционал, да, тоже во многом это связано именно с построением системы бардаком, который мы имеем в моделях данных. то есть какие выводы здесь можно сделать, во-первых, всегда антологический словарь предприятия нужно вести, да, и вот на его основе строить вот эти самые API, для того, чтобы получить это все быстро, необходимо, хотим мы этого, не хотим использовать статистические и математические методы для, во-первых, для кластеризации, во-вторых, для оценки сходимости модели данных, да, ну и любую модель данных строить на основании глобальных бизнес-сущностей. Хотелось бы еще один такой момент рассказать, вот недавно мы закончили работу по тому, что строили антологию на основании вот анализа телеграм-канала вот команды продуктовой, получились очень интересные результаты, то есть где это можно использовать, потому что также заходит новый человек на проект, анализирует таким образом, анализирует таким образом написано и понимает с чем он работает, уже как бы на основании этого какую-то модель данных в первом приближении можно построить. Ну, в общем-то, наверное, все. Если кого-то заинтересовал мой доклад, наши подходы к этому, напишите мне, отвечу на любые вопросы. Еще раз хотелось бы поблагодарить организаторов за то, что, несмотря ни на что, дали возможность выступить. Конечно, получилось не так хорошо, как это могло бы было быть вживую, но все-таки хоть как-то. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ